5 марта в торгово-развлекательном центре «Фамакескус» составила встреча основного состава футбольного клуба «Нарва Транс» с болельщиками. Встреча открылась выступлением президента клуба Николая Бурдакова. Сезон начинается через два дня, и мы должны, во-первых, извиниться перед всеми нашими болельщиками за прошлый сезон. Очень надеюсь, что это была неудача наша, которая больше никогда не повторится. За спиной у меня команда, они это слышат, и я думаю, эти слова они запомнят в течение всего сезона. Мне очень приятно вам сообщить, что мы получили в лице фирмы «Фама Инвест» партнера, который будет помогать нам развивать футбол в Нарве. Вы видите, уже появился у нас стадион с названием «Фама Калев» или «Калев Фама». Видите, сзади баннеры «Фамы». Поэтому это толчок и импульс для нового развития футбола в Нарве. Тренер «Нарва Транс» Валерий Бондаренко отметил, что команда подошла к сезону в хорошей физической форме и способна конкурировать на самом высоком уровне, показывая при этом атакующий и зрелищный футбол. Легких игр, конечно, не будет. Это точно. Мы надеемся на поддержку нашего фан-клуба и всех болельщиков, которые с удовольствием будут приходить на стадион. Команда в сезон вступает в составе, в котором есть и ряд опытных игроков. И мы очень надеемся на нашу молодежь, нарвскую молодежь, которые от матча к матчу будут усиливать нашу игру и будут видеть итоги своего труда. Это даст толчок ребятам, маленьким ребятам, заниматься более усиленно футболом и видеть путь по жизни, что можно в жизни чего-то добиться и через футбол. На встрече состоялась презентация клуба болельщиков «Нарватранс». Вот так выглядит карточка члена клуба болельщиков. Наиболее преданным и активным болельщикам были вручены именные членские карты. Карту под номером один получил футбольный знаток и давний поклонник нарвской команды Валерий Большаков. Главный болельщик нашей команды. Наталья, будет приятно увидеть вас с шарфом и с флагом на трибунах. Итак, Алексей Журавлев. Екатерина Журавлева. Ее сейчас нет. Это попруга. И Ксения Журавлева. Слышал? Из моих рук. Это красиво. Держи. Еще раз. Спасибо. Мы все вместе через год опять же на такой же встрече будем так же выстроить такая длинная-длинная очередь. И мы будем так же вручать эти членские карточки, но очередь будет очень длинной. Я в это верю, я надеюсь, и ребята своей игрой привлекут еще много очень болельщиков новых в наш клуб. У меня вопрос к президенту Николаю Константиновичу. Вот такой, от всех болельщиков. Козырек на стадионе в ближайшее время вообще планируется на трибунах? А то и кто же возбежится. Вопрос под ковыркой, конечно. Про Козырек я сейчас говорить не буду. А то, что все-таки у нас появился стадион, который тоже стоил многих лет работы, труда, для того, чтобы он появился. И клуба, и те, кто рядом с клубом, и руководство города, и руководство футбольного союза. В конце концов мы его получили. Теперь вторая, наверное, все-таки задумка. Ну, о команде, что она играть должна по-другому и занимать совершенно другие места, мы уже все говорили. И у меня еще одна такая мечта. Я думал, что я ее осуществил значительно быстрее. И казалось, я уже близок к ней. Это все-таки сыграть игры европейских клубков в Нарвии. Но, к сожалению, требования УЕФА к стадиону возросли. И вот этот сезон нам отказали по той причине, что трибуна на стадионе Крингольм, она должна быть стационарной. То есть, с бетона. И по этой причине у нас не получилось сыграть дома. Мы сыграли неудачно. Но в дальнейшем, все-таки, я думаю, что мы еще попадем в Еврокубки. И вот эту мечту осуществили бы хотелось быстрее, чем Козырек. Хотя Козырек тоже нужен. Пресс-атташе клуба Игорь Растрыгин сообщил, что в наступающем сезоне будет осуществлена гибкая билетная и абонементная программа. А в дни матчей на обновленном стадионе Калифама будут проходить яркие и увлекательные шоу-программы. Сейчас планируется выпуск атрибутики, шарфы, значки, различные другие, в том числе вот эти вот флайеры, которые мы приготовили сегодня. Каждый из вас может сейчас после окончания нашей встречи подойти, взять этот флайер и с помощью этого флайера посетить 4 игры нашей команды по льготной цене. То есть в половину, 50% вы можете получить скидку по этому флайеру, придя на стадион. В этом сезоне за Нарватранс выступят пятеро дебютантов. Это вратарь Сергей Лепниц, полузащитники Сием Тенна, Андрей Синицын, Сергей Мишин и нападающий Александр Елисеев. Мы в атакующую группу привлекли игроков не из Эстонии. Это у нас Андрей Синицын и Елисеев Александр. И наши молодые ребята, это Федоров, Шкинев, Артем, которые должны усилить атакующую группу в этом сезоне. Да, Львов, Герман Гури-Львов, который тоже уже набрался опыта и должен демонстрировать свои лучшие качества. Конечно, многое зависит от того, во-первых, как играет еще и соперник, позволяет ли он играть. Но в то же время, естественно, сегодня игроки, которые в нашем клубе на сегодняшний день, и те матчи, которые мы провели уже, позволяют нам все-таки действительно надеяться на то, что у нас атака будет в этом году значительно более интересная и, главное, более продуктивная. Потому что в прошлом году у нас вопрос решался несколько иным способом. А сегодня у нас есть именно на те позиции, которые существуют, они и на эти позиции приглашены конкретные игроки с потенциалом. И надеемся на то, что эти действительно игроки оправдают то, что есть. Могу только сказать, что вот все названные ребята, действительно, они показывают то стремление, которое должно быть у нападающих, и то видение игры, которое должно быть. Поэтому, ну, достигать нужно будет, естественно, наверное, скорее всего, не только атакой. То есть, тот стиль, который когда-то Бразилия, наверное, исповедовала, что мы забьем столько, сколько хотим, но вы сколько сможете, да, то сегодня уже немножко по-другому трактуется все. То есть, сегодня должен быть баланс, баланс между атакой и между обороной. И то, как команда хорошо атакует, так как она хорошо обороняется, сегодня решает уже не только группа атаки, сегодня уже решает эти вопросы уже практически вся команда. Начиная от вратаря. Поэтому мы надеемся, что атакующий футбол, ну, сегодня, наверное, нам будет более свойственным, чем в прошлом году. Будем тренироваться, будем достигать максимального результата. Какой это настрой? Лично мой, это полная самодача. Я думаю, на 10 по самодаче, а там уже как остальное будет. В этом сезоне мы постараемся как можно меньше огорчать наших болельщиков, и их ряды с каждым днем, с каждым матчем будут расти, и в лице их мы получим сильную поддержку для того, чтобы добиться хорошего результата. Хотелось бы видеть минимум такое же количество болельщиков у нас на стадионе. Вы бы радовали нас своим присутствием, а мы бы радовали вас своей игрой. 8 марта 13.00 на стадионе «Калев-Фама» наша команда будет принимать «Таринский Калев». Приходите на матч, поддержите нашу команду, и я надеюсь, ребята отплакат вам красной хорошей игрой и победой. Спасибо вам за все, и мы вас очень ждем. Пожелаем же нашей любимой нарвской команде успехов в чемпионате, яркой игры и блестящих побед.